Эта актриса, наверное, никогда бы не стала узнаваема, если бы не сыграла роль подставной Ани в фильме «Место встречи изменить нельзя». Почему-то режиссеры не приглашали ее в свои фильмы, хотя она обладала красотой, умом, талантом, обаянием, но ни одно из этих качеств не сделали ее счастливой, любимой, желанной и, конечно же, нужной. Наталья Петровна Ченчик родилась 7 ноября 1950 года в Краснодарском крае. Семья девочки была самая обыкновенная. Папа и мама работали на производстве служащими. Через три года семья переехала из станицы в Керчь на постоянное место жительства. Наташа росла раскрепощенным ребенком, любила петь, декламировать стихи, перевоплощаться в героев из любимых фильмов. Ей очень хотелось стать актрисой, но после окончания школы пошла работать на завод. В то время было очень почетно называться «Заводская молодежь», но Наталья совсем не хотела оставаться в этих рядах. Девушка принимает решение поступать в театральное училище, подает документы и проваливается на экзаменах. В течение трех лет Наташа пыталась поступить в театральные вузы, но ничего у нее не получалось. Лишь на четвертый раз она смогла одержать победу и стать студенткой Щукинского училища. Девушка выделялась среди сверстников своей экстравагантностью, любила пышные прически, броскую одежду, яркий макияж. В Советском Союзе модную, красивую вещь купить практически было невозможно, и Наташа все себе шила сама. Однажды даже Александру Абдулову по его просьбе пошила брюки. Часто педагоги ей делали замечания. Комсомолка не должна вот так резко выделяться и ходить разукрашенная, как кукла. На эти замечания Ченчик не обращала внимания и поплатилась. На некоторое время ее отстранили от занятий, требуя от строптивой студентки подчинения. Наташу через некоторое время восстановили в училище, и она его успешно окончила в 1976 году. Первый раз Ченчик снялась в фильме «Архимеда», сыграла помощницу режиссера. Музыкальная комедия Александра Павловского могла послужить хорошим стартом для молодой актрисы. Но она получила после своего дебюта только одну роль – в картине «Подарок судьбы». Впоследствии у девушки появился еще один шанс. Станислав Говорухин пригласил ее на роль Маньки Облигации в телевизионном телесериале «Место встречи изменить нельзя». Однако роль отдали Ларисе Удовиченко. Тогда Станислав Говорухин утвердил Наталью Ченчик на роль подставной Ани. Обе актрисы сыграли великолепно, но, наверное, внешность Натальи больше бы подошла для брутальной распутницы. В последующие годы у нее было всего несколько заметных ролей, и то эпизодических. В картине «Военно-полевой роман» она сыграла продавщицу мороженого, а Наталья Андрейченко – Любу, которая торговала горячими пирожками. После Наташа некоторое время работала в театре имени Моссовета, но продержалась всего один сезон. С кинематографом она тоже не дружила, режиссеры требовали от нее подчинения, а она не шла на компромисс. От своего неуживчивого характера сама страдала и другим спокойно жить не давала. У Натальи был еще необычный талант. Она умело копировала голоса и часто выступала на концертах с сатирическими номерами. Одно время работала вместе с Владимиром Винокуром, потом решила опять выступать сольно. Актрису начали приглашать озвучивать мультфильмы. «Чучело мяучило», «Приключения пингвиненка Лоло», «Возвращение блудного попугая», «Кот, который умел петь» и другие. Наталья обладала неуемной творческой натурой. Ей постоянно надо было самовыражаться, но весь свой огромный потенциал девать актрисе было некуда. Наверное, из-за этого она начала писать стихи, которые издали уже после ее смерти. Ей хотелось делать постоянно что-то новое, полезное, необычное. Актриса пыталась заполнить невостребованность в кинематографе разной деятельностью, но все это было не ее. В личной жизни Наталья не была счастлива. С мужчинами встречалась, но романы быстро заканчивались. Замуж так и не вышло. Ребенка тоже не смогла родить. Все, кто знал актрису, вспоминали ее веселой, жизнерадостной, доброй и отзывчивой. Одним словом, человек-праздник. Но на самом деле никакого праздника в жизни актрисы не было. Ко всем бедам при обследовании в клинике врачи обнаружили у нее рак. О своей болезни актриса никому не говорила. А когда друзья и коллеги узнали, помочь было уже невозможно. Все старались ее поддержать, скрасить последние месяцы жизни. Еще задолго до своей болезни Наталья всем говорила, что ей никогда не будет 50. Близким от ее слов становилось не по себе, но, к сожалению, слова оказались пророческими. Актриса умерла 23 октября 2000 года, не дожив всего две недели до своих 50 лет. Все хлопоты по организации похорон взяли на себя однокурсники Наташи. При встрече всегда вспоминает талантливую, красивую, яркую актрису и добрую женщину Наталью Петровну Ченчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok